Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, а это очередной выпуск, посвященный игре Железный Лед ВКонтакте. Итак, друзья, в прошлом видео мы ставили перед собой две цели. Во-первых, нам надо набирать изумруды тысяч, так, пять, чтобы прокачать нашего героя. И нам надо набирать деньги 20 тысяч, чтобы купить нового героя. Ну, как видите, обоих целей я еще пока не достиг. Но также была еще одна цель пробраться в турнире до следующей лиги, до золотой лиги. Для этого нам надо набрать 2140 кубков, и я набрал 2105 кубков. Ну, осталось вроде немного, 35. У нас есть 100 энергии, это 10 боев и 11 часов до завершения турнира. Ну что ж, отправимся, будем пробовать. Я сейчас на 92-м месте. Давайте в бой. Кстати, вот это лицо, я уже часто с ним дрался, я не помню, какие у него герои, но я вот помню, что это лицо я вижу не первый раз. Так, ну, тут опасно. Тут у них вот этот парень с тазом на голове, назовем его так, или с зонтом, я не знаю, но он довольно жесткий. А вот этого старика в центре лучше его не трогать, потому что он по сравнению с верхним и нижним героем довольно слабо бьет. Его лучше оставить в живых, чтобы враг тратил на него, ну, на нем ходы и не сильно дамажил по нашим героям. Так, ну, а нам надо целенаправленно пытаться вывести из строя вот этого верхнего парня. Так, отлично. Делаем три в ряд. Враг нам тоже выводит героев из строя. Ну, вот и что с ним делать? Как по нему бить? Вот этого старика нам вообще не особо нужно бить. Нам надо бить вот того парня, который там вдалеке, но к нему не пробиться. Ладно, вот так вот от борта. Да, отлично. Но нет, этот бой мы, похоже, уже проиграли. Но пока у нас есть этот герой, я не готов заканчивать, еще всякое может случиться. Мы еще можем победить в этом сражении. Так, сейчас попробуем по двоим ударить, а старика пока что оставим в живых. Вот нам главное вот этого и вот этого вывести в первую очередь. Блин, сейчас тиски. Не, это все очень опасно. Ладно, мы сейчас двоих добьем. Если нам труп поможет чей-нибудь... Нет, труп нам не помогает. Вот обидно, да. На самом деле для меня вот этот турнир, это довольно такое трудное испытание. Потому что были бы у меня чуть-чуть герои посильнее, да, вот... Буквально прокачать одного за рубины, купить второго, я бы уже чувствовал себя гораздо проще. А вот в моей ситуации, в нынешней, ну, мне обычно попадаются заведомо более сильные противники. И чтобы с ними выиграть, надо именно что-то вымучивать, выкручивать, как-то пытаться постоянно победить. Для этого даже есть хорошая карта. Вот эту карту я не люблю. На ней не очень... Ну, не очень удобно. Я сейчас, если позже наткнемся, я скажу, какая карта мне нравится и почему. Так. Он загоняет меня в тиски, это очень плохо. Ну, а мы что можем в ответ сделать? Да, если быть честными, то... Особо ничего. Так, мы теряем нашего основного героя. Ну, тут уже можно выходить. Этот бой мы проиграли. Не будем тянуть кота за хвост. Не будем зря тратить эфирное время. Сразу дальше в бой. У меня даже бывало так, что я проигрывал достаточно боев, чтобы... Ну, чтобы слить на нет одну победу. Я уже не знаю, сколько там очков дают за победу, сколько за проигрыш. Ну, за победу дают много. А за проигрыш отнимают там всего лишь по два очка. Да, если за победу дают там порядка двадцати с лишним, что ли, точно не скажу сейчас. Так, надо вот так верхнего ударить и вот того правого выводить из строя. А вот этого парня, у которого восемь тысяч хп, его надо сберечь, его лучше не убивать. Нам тогда будет комфортнее. Так, опять ходит рогатик. Ну, ладно, бей по двоим. А, нет, только по одному, да, попали. Все, мы потеряли всех слабых героев, остается один сильный. Так, двойной удар. Рогатик, ты ходишь? Это хорошо. Когда ходит рогатик, я люблю, он бьет слабо по сравнению с этими двумя. Так, теперь ходит парень в каске. Ну, один удар мы от него переживем. Но он бьет по шесть тысяч хп, еще один мы не выдержим. Я надеюсь, что мы сами его убьем за один ход. Вот, блин, у него чуть-чуть здоровья осталось. Ну, ладно, сейчас ходит рогатик. Он, конечно же, мажет. И это, кажется, наш звездный час. Рогатик-то нас не убьет, у него удар слабый. Ну, по сколько ты там бьешь? Давай. Тысячи пятьсот, да? Мы гораздо сильнее. Кстати, можно вот так левой кнопкой нажать на героя. Я раньше не знал об этом. Как-то у меня случайно получилось и узнать. Смотрите, полторы тысячи атаки и артефакт на бонус к атаке. Ну, что ж, сейчас мы его выведем из строя. Ну, еще один удар ему остается. Он там как раз в трупах замешкался. Так, и он опять в трупах. Как-нибудь от борта пролезем. Что-то сомневаюсь. Ну, ладно, будем пробовать. Нет, не пролезли. Но даже если он нас сейчас ударит, это не страшно. Только крит нам может быть страшен. Тогда было бы обидно. Отлично, друзья. Это наша победа. И мы поднимаемся на восемьдесят шестую позицию. Две тысячи сто двенадцать. Двадцать один двенадцать. Красивое число, но не то, что нам нужно. Нам нужно две тысячи сто сорок. Поэтому мы двигаемся дальше. Мы еще раз отправляемся в бой. И что касается, ребят, по поводу лиг, я даже не знаю. Ну, хорошо для меня или нет переходить в следующую лигу? Вот этот парень опасен. Но этот тоже, в общем, два опасных врага против меня. Ну, будем пытаться что-нибудь вычудить. Вот, типа двойных ударов. Надо как-то их выбивать из колеи. Так, второго не заденешь. Ну, ладно. Все, всех героев растеряли. Осталась наша последняя надежда. У врагов есть скелет. Скелет это хорошо. У него почти нету здоровья, у этого скелета. Мы его можем использовать. Но вот самое плохое, что у нас сейчас такая позиция, из которой мы ничего сделать не можем. Ну, ладно. Будем там трупов бить и надеяться, что они нас как-то защитят. Будем надеяться, что скелет ходить будет. А вот сейчас он промажет, да? Отлично. Это как раз то, что нам надо. Но самое противное... Самое хорошее, что вот этот герой ходил, самый мощный у врага. Самое плохое, что мы его опять никак по нему не попадаем. Так мы тоже не попадаем. Ладно, пойдем. Так, скелета мы зря вывели из строя. Это наша оплошность. Скелет нас мог спасти. А теперь уже вряд ли. Так, давай промажь. Если повезет, мы сейчас двоих одним ударом добьем. Так, как бы нам... Так мы отскочим как надо? Или вот так лучше? Не, наверное, лучше вот так. Так, ладно, если повезет. Да, отличный удар. Блин, он возродился. Вот негодяй. Да, если бы не его возрождение... Вот такие противные вещи с нами иногда происходят. И мы маленько падаем. Ладно, продолжаем дальше. Ну, что я начинал говорить по поводу лиг. Я не знаю, хорошо ли для меня менять лигу или нет. Я не знаю. Вот смотрите, в этой лиге я получаю примерно по 40 изумрудов за бой. Сколько я буду получать в следующей, я не знаю. Но знаю, что буду получать больше. Но ведь там и враги будут сложнее. И, возможно, я буду чаще проигрывать, нежели чем в этой лиге. Да, и таким образом больше изумрудов все-таки не заработаю. Так, ну вот нам опять ужасный враг попадается. Вот этот верхний герой, да еще и со способностью лечения. Его вывести из строя, ну, очень долго, очень сложно. Сколько у тебя здоровья? Восстанавливает заход 156 здоровья, 156 урона в ход, 30 тысяч здоровья, 5 тысяч атаки. Ну, это обидно. Это, ребята, очень больно, если он пойдет на нас с атакой. Так, блин, как-то хотел. Вот, в общем, какую-то полную ерунду сделал. Ну, ладно, нас это... Мне кажется, нас бы все равно ничего не спасло. Ну, хотя мы могли бы ему два удара нанести. Ну, что мы там, 10 тысяч у него отняли. Он бы еще остался жив, нас бы все равно раскидало. Так, что тут у нас? Ну, тут, конечно... Так, блин, тут такая большая... Большой список, что даже на экран не влазит. 11 тысяч здоровья, 2,5 тысячи атаки. У тебя, парень, 4 тысячи атаки. И у тебя, ну, в общем, надо бить нижнего. 4 тысячи атаки. А остальные вроде и не такие страшные, да, там, по 2 тысячи с половиной атаки. Это... Ну, это не так больно. Там, конечно, могут быть руны страшные, я не все посмотрел, но... В целом, нам главное вот этого нижнего вывести из строя. И дальше можно жить более-менее спокойно. Кажется, мы эту карту все-таки выигрываем. Пускай, пускай убивает наших героев, пускай лучше ходит наш с самурайсом. Так, отлично, выводит из строя нашего дедушку. Так, ну все, мы остались с тобой один на один. У меня 7 тысяч хп, у тебя 5 тысяч хп. Блин, ты еще и крит выдаешь. Это так нечестно с твоей стороны. Так, а у нас сколько? Ммм, блин. Надо поднять маленькую карту. Все равно не видно, сколько у нас атаки. Ну, у нас достаточно атаки, чтобы его убить просто с ходу-слету. И мы опять поднимаемся в турнирной лестнице. Правда, ну, правда, не до того результата, который нам все-таки нужен. У нас остается еще 53 энергии. Есть несколько попыток. Так, ну вот опять. Вот этого парня надо выводить из строя первым. Потому что он больно бьет. Сейчас скажу, насколько больно. 6 тысяч урона за раз. А вот у тебя, парень, 2 тысячи. Ну, естественно, что... Понятно, кого надо бить в первую очередь. Так, ну почему ты вторую бочку еще не взорвал? Негодяй ты этакий. Так, ну мы вывели его из строя. Но у врага еще есть страшные герои. И, похоже, этот бой мы все-таки проигрываем. Нас тут может спасти, только если мы там за трупы будем прятаться. Даже вот этот парень слева, ну, он вроде хоть и слабо бьет, но у нас и здоровья немного осталось. Так, давайте сейчас попробуем одного убить и второго рикошетом. Отлично, отлично, друзья. Это все-таки победа. Все-таки победа. Но мы, опять же, были на волоске. Вот тема отличается сейчас, вот этот мой турнир, что я постоянно на волоске. Либо туда, либо обратно. Либо победа, либо поражение. Если бы сейчас что-то не удалось, все, меня бы следующим ходом добили. А самое обидное иногда бывает, когда ты вот-вот уже почти выиграл, и тут какая-то оплошность, или враг как-то сходил неожиданно. Ну, скажем, не то, чтобы неожиданно, но нехорошо. Ну, повезло ему там в тиски загнать или еще что-то сделать. Так, здесь. Погодите, давайте посмотрим. Две с половиной тысячи атаки. Три восемьсот. Три двести. Ну, можно бить и нижнего, и верхнего. Центрального пока что не трогать. Так, отлично. Закинули его в яму. Вот это, кстати, я обещал сказать, какая карта мне нравится больше всех. Вот эта карта мне нравится больше всех. Тут даже если у врага очень сильные герои, можно все равно как-то что-то вычудить благодаря этим шипастым шарам, этим ямам и победить. Даже если у него очень сильные герои, а он будет там постоянно мазать, падать в ямы, Ну, вот смотрите, сейчас верхнего убьем, а нижнего толкнем в яму. Так, теперь мы опять сейчас столкнем верхнего в яму, я думаю, от борта. Так, отлично. Еще и в тиске. Отличное начало боя. У нас, правда, остается один герой, но у врага-то один самурайсон, мы его сейчас выведем. Главное как-то по краю проехать, чтобы яму не задеть самому и его толкнуть. Так, отлично. Только мы в яму сами скатились. Блин, и он воскрес. Вот что это за руна, которая лечит? Викинг воскреснет с 50% здоровьем. Очень противная руна. Ну, похоже, мы из-за этой руны этот бой все-таки проиграли. Ну, давайте, может крит выдаем? Ох ты, смотрите-ка, мы выдаем крит, и нас добивает. Ну, конечно же, добивает. 121 хп у него всего лишь остался. Ну, обидно, досадно. Ну, ладно, двигаемся дальше. У нас есть еще 36 энергии, и мы отправляемся в новый бой. Так, ну, опять же, вот этот парень, 28 тысяч здоровья, у героя это очень противно. 4600, 1400. Ну, вот этого центрального надо сохранять любой ценой. Он единственный, кто нас не больно бьет. Конечно, когда вот так на яму не толкает, как сейчас. Так, отлично. Двойной удар как раз по тем двум врагам, которые нужны, а того, которого не надо, мы и не трогали. Вот и сейчас нам его трогать не надо, но я даже не вижу, что нам сделать. Ладно, попробуем героя туда наверх загнать. Надеемся, что он оттуда не уйдет. Там как-нибудь ударится об статуи, вернется назад. Нам надо, чтобы враги через эту яму прыгали. Не, ничего не вышло. Жаль, что нету такого хода, как, знаете, остаться на месте. Вот я бы его сейчас применил. Потому что у меня сейчас самая лучшая позиция. Пускай летят через яму. Ну, ладно. Так, что будем пытаться от борта ударить по нижнему. Я, правда, не вижу, где там борта заканчивается, где начинается. Ну, допустим, вот так ударим. Хотели по нижнему, попали по правому. Так, отлично. Отлично, что мы врага на этот шипастый шар закинули. Бьет нам 4600. Это довольно больно. Так, теперь этого на шипастый шар. И нас добивает, конечно же, наш шеброухи. Не, смотрите-ка, не добил. Отлично. Значит, это победа, да? Да, друзья, это победа. Никаких рун в воскрешении здесь ни у кого не было. И мы поднимаемся на 76-ю позицию. 2138 очков. Нам не хватает буквально двух очков, чтобы перейти в следующую лигу. Ну, давайте. Нам нужна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Так, опять ребята с тазом. Парень с тазом. Сколько у тебя? 5800. 2100. 1700. Два слабых врага. Нам главное вот этого победить с тазиком на башке. Кто-то, наверное, скажет, ну сколько можно называть его парнем с тазом на голове? Это же самурайсон. Разве ты не видишь? Да, это самурайсон. Такой же, как у меня вот этот, только на, ну, прокачанный на один уровень выше. У меня скоро будет такой же. Ну, я надеюсь на это. Блин. Смотрите, как мы промазали. Вот это болото, оно все-таки опасное. Все наши собрались в кучу. Так, хотя бы так мы толкнули вражеского самурайсона. Кстати, самурайсон, что у тебя по рунам? Викинг воскреснет, ну, хотя бы не так, как у прошлого. Не 50% здоровья, 15% здоровья у него будет, если мы его убьем, и он воскреснет. Давайте толкнем его на шипы сейчас. Пускай получит дополнительный урон. Так, вот сейчас, по-моему, он будет ходить. Но если мы его убьем... А, он все равно будет ходить, потому что он воскреснет, да? Ну, ладно, тогда мы его убьем, и пускай воскресает. А, блин, у него 27 хп еще осталось. Какая ерунда. Ну, ладно, и нас он не добил. Так, мы теряем нашего героя. У нас остался слабый викинг. Он вряд ли всех осилит сам. Он даже его убить не может с одного удара. Хотя у него там и здоровья-то не было совсем. Ладно, ребята, вот такая вот беда. Мы скатываемся на несколько позиций. Ну, давайте, у нас 20 энергии, 2 боя, и... Нам нужна победа. Одна победа. Так, что у нас на этот раз? Опять этот жаброухий. Такой же, как у нас с самурайсом. Ну, и... Ладно, будем пытаться. Кидаем его на колючие шипы. Минус 700 хп. Враг тратит свой ход почти в никуда. Ну, бог с ним, что он этого рогача бьет. Так, опять же, толкаем его на бочку с порохом. Даже на две бочки. Правда, нашему тоже досталось. Нашему даже не то, что досталось. Все, он мертв. Все, мы проиграли. Еще на один бой нам хватает энергии. Потом придется ждать. Все поддержки от друзей я уже потратил. Так, так, так. Так, смотрите, кажется неплохо, да? 3200, 2500. Ну, и у этого, да, за 4. 3800. 3800, 3200. Ну, тут ясно. Надо выводить с первого верхнего, потом нижнего. Ну, хотя и нижнего надо выводить. У него не так уж много здоровья, как у верхнего, да? Он не так долго проживет. Зато урон у него не намного ниже. Вот что хотелось бы сказать. Так, прикольно он пролетел. Сам погиб от своих инсинуаций. Так, а нам? Нам надо надеяться, что наша лужа загонит нас туда, куда надо. Так, двойной удар. Ну, что ж, неплохо. Так, добьем вот этого парня. Ну, и сразу полетим наверх. Ну, точнее, не будем там как-то пытаться на эту бочку попасть. Точнее, будем максимально пытаться... Господи, он нас больно бьет. Нам главное сейчас один раз попасть, чтобы эта лужа не сильно нам помешала. Да ешкин ты, матрешкин. Ну, и вот и что? Проигрывать, да? Из-за такой ерунды. Это очень обидно, ребята. Очень обидно. Я надеялся, что все, сейчас добьем. И в итоге 2140 ачей за нами. А в итоге 2135. Ладно, возвращаемся. Ну, продолжим чуть позже, когда у нас накопится энергия. И, наконец-то, добьем этот турнир. Ну, я уверен, что мы добьем рано или поздно. Но вы видите, какие мучения я испытываю на подходе. Ну, что ж, будем стараться. Увидимся чуть позже. Так, друзья, прошло какое-то время. У нас восстановилась энергия. И мы готовы закончить начатое. Итак, 8 часов до конца ивента. До конца турнира, точнее. И нам не хватает всего лишь каких-то 5 жалких кубков. Давайте. Нам одной победы хватит. И надеюсь, что мы не будем с этим затягивать. Вот прямо сейчас и сразу будет победа. Так, давайте. Ага, смотрите. Смотрите, в чем соль. Два слабых викинга, два очень слабых викинга и один сильный. Ну, естественно, нам надо как-то сохранить этих слабаков. Только одна проблема. Эти бочки с петардами, они их убьют, ну, практически тут же. Я даже не знаю, как... Как их не убить? Это очень сложно. Так, ну, смотрите-ка. Выжил, слава богу, выжил. И, ну, нет. Они сами себя убили. Это ужасно, друзья. Это очень ужасно, потому что, ну, все, мы почти обречены. Он сейчас с одного удара. Хлоп, и все, и нету. Вот если бы эти слабаки были живы, мы бы еще как-то могли справиться. Ну, тут можно, конечно, бить, но, знаете, давайте не будем тянуть. Давайте пойдем дальше. Там уже и так ясно. Мы проигрались. Так, что тут у нас? Тут у нас та же схема. Два слабых и один сильный-сильный... Сильный-сильный викинг. Ну, ладно. Его мы и будем бить. Тут хотя бы не так, как на прошлой карте. Тут получше. Так, а почему у нас враг не ходит? У меня такое ощущение, как будто у нас игра дала сбой. Враг стоит на месте. Враг не ходит. Полнейшая ерунда. Да, и у нас ничего не работает. Мы не можем посмотреть характеристики бойцов. Мы можем зайти в паузу. Ну, вот и все, что мы можем. Выйти, как ни странно, можем. Ну, странная ерунда. Впервые с таким сталкиваюсь. Давайте посмотрим, может это какая-то ошибка соединения была или что. Я даже не знаю, что думать. Так, давайте сначала по урону посмотрим. Две с половиной тысячи, а у тебя четыре восемьсот. У тебя две тысячи сто. Ну, сперва нижнего, а потом уже неважно. Оба хороши. Не, что-то странное сегодня с игрой творится. Опять, мы сделали ход, и враги не ходят. Я не знаю, я такое впервые встречаю. Без понятия. Я сейчас перезагружу игру. Похоже, этот бой мы тоже теряем. Просто теряем в никуда. Так, ну ладно, друзья. Не знаю, что это было, но я перезагрузил игру. Так, вот мне пишут, что я потерял рейтинг, и, ну, теперь надеемся, что такого не будет. Так, кажется, это тот же самый враг. Ну ладно, тогда начинаем действовать по той же схеме, которая была до этого. Толкаем врага в яму, это нам помогает. Так, что у нас теперь? Ну, если его еще раз ударить, он, наверное, опять по яме прокатится. Да он, как бы, как бы мы ни сходили, он, наверное, все равно прокатится по яме. Поэтому будем бить вот этого парня на ловушку. Так, теперь попробуем вот этого толкнуть туда куда-нибудь наверх. Отлично, он пододвинул этого, и тот опять получил урон от ямы. И сейчас он помрет на этой же яме. Замечательно, одного страшного врага мы уничтожили. Теперь беремся за вот этого правого. У него хп много, а по урону у них примерно одинаково. Так, ну и все. Можно сказать, что мы победили. Его тут осталось добить, но попробуем его на мину толкнуть. Ну, вот и все, друзья, наша победа. Отлично. Мы поднимаемся. 2142 кубка. И это значит, да, это значит, что мы... что... когда закончится наша лига, мы уже будем в золотой лиге. Ну что ж, замечательно. Наша цель достигнута. На этом, друзья, я закончу наше видео. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok